В литературе почитать, почему, например, такой массаж можно делать каждый день. Оказалось, все очень просто. Массаж классический, тот, который мануальщик, мануальщик-терапевт делает, он выполняется без прогрева всего позвоночника. Связки непрогретые, спазмированные. Потому каждый раз мануализация позвоночника вызывает микронадрывы, травму. И по этой причине просто массаж нельзя больше 10 сеансов делать. В NUGA-Best прогревается весь позвоночник при правильном использовании. Потому массаж можно делать бесконечное количество раз в течение всей жизни. Вот такая простая, банальная причина. Потому что всегда люди все ходили на массажи, многие говорят, а как это у вас? Можно каждый день, да еще 3 раза в день. Почему? А не перерастянется ли позвоночник? А не порвутся ли связки от такого длительного массажа? Оказывается, что нет. И оказывается, например, что позвоночники нагружаться любят 3 составляющие. Кость, связки и мышцы. А вот хрящ, диск, он страдает от нагрузки. И зарядка полезна для костей, для связок, для мышц. А вот для хряща ничего не придумали до сих пор. Нет ничего нормального. Хрящ весь день стирается, ночь должен обновляться. И для ночного его обновления никто ничего не придумал. Хорейцы взяли и придумали. Сказали, перед сном массаж с прогреванием. Мышцы связки расслабляются. Позвоночник вытягивается. Происходит тракция, причем щадящая тракция. Никто тебя не насилует, когда ты лежишь на массажере. Правильно? Ты, массажер и резетка. Все, больше никого не нужен. А в обычном, так сказать, массаже, мануалист что-то с тобой делает. Ну, например, шею мануалить. Можно ли нельзя мануалить шею? Я видел двое или трое пациентов, которые вообще остались парализованы после массажиста. Вот так вот. Неловкое движение и тетерборез. Руки, ноги не работают всю жизнь. Массаж на Нуга-Бест, он деликатный. Он намного физиологичней. Потому что прогревается предварительно связки. Например. Согнулся я с таким массажером забрал домой. Потому что в салоны вообще мне некогда было ходить. В салон было ходить некогда. Вашим детям, наверное, моего возраста, людям помоложе. Тем, которые работают. Ходить в салон некогда. Салоны открыты вообще в демонстрационном режиме. Большей частью предназначены для того, чтобы туда приходили люди старшего возраста. Те люди, у которых есть свободное время. Они уже, так сказать, слегка никому не нужны. Они еще там общаются, тусуются. Правильно? У вас так тоже происходит? Вот как бы эта идея заложена самим производителем. Вот тот человек Чусенхен. Президент компании. Который эту компанию сделал. Он изобретатель. Он, так сказать, двигатель. Он стратег. Он придумал, что вот лучше всего. Ну то, что оборудование полезное, это само по себе. Но он еще в этот бизнес заложил вот такую составляющую. Беспокоиться о людях старшего поколения. Материнский такой вот маркетинг заложил. Эти люди, прежде всего, приходят в салон. Люди среднего возраста не ходят в салон. Некогда. И мне было некогда. Я увидел массажер, мне не надо было много объяснять. Я его забрал домой. Дома я на нем оздоравливался. Как? Никто не объяснял. Это было 6 лет назад. Вообще ничего не объясняли. Сегодня, пожалуйста, в интернете мы только выложили на нашу платформу в YouTube 300 лекций. 300 роликов. Разные. По разным приборам. С фактами выздоровления уже. То есть, доказанными. Когда люди не удовлетворяются, потом ее не имеют. Их наблюдает какой-то доктор. Они имеют документы по этому поводу. И мы это выложили в интернет. Просто зайдя в интернет, вы можете много чего узнать. Оно Габес. Даже. Такие встречи 6 лет назад я проводил. У корейцев они интересные люди, особенные. Я был в Корее, посчастливилось мне. Вот они, во-первых, трудолюбивые. Они уважают возраст пожилой. Например, у них, если мама ходит в салон, и ей там становится хорошо внука бест. И мама приходит домой, говорит, я хожу внука бест, мне помогает, надо купить. Дети говорят, хорошо, мама, тебе помогает, нет проблем. У нас по-другому, да? Ходит мама внука бест, приходит мама. Говорит, я хожу внука бест. Хорошо. Куда, куда? Какой бест? Еще раз. Что, лохотрон? Корейцы по-другому немножко, понимаете? Они вот как бы с уважением. И у Корее, еще я заметил, особенность, они уважают желание человека быть здоровым. Вот если человеку помогает, они помогают, классно, значит, молодец, двигайся дальше. У нас даже сети помогают, тебе начнут бить по голове, доказывать, что это все неправда, что это тебе внушили. Да, до абсурда доходит. Вообще, вот я сейчас эту поездку много родов уже проехал, в Сибири, рассказываю всем историю. Ну, оно крайне так происходит. В Варнауле, вот буквально, в Алтайе, в край алтайском. Женщина заходила рассказать, как она выздоровела, у нее на щитовидной железе был узел. И она говорит, вот меня наблюдает доктор такой-то, в поликлинике такой-то, я наблюдаюсь у нее много лет. Узел был, есть УЗИ, узла не стало, сантиметр или больше узел, начиная с железей, узла не стало. И рассказывает, что она это сделала с солнечного ГАБС, вот так вот взяла, выздоровела. А меня аж чешется спросить, я говорю, а что доктор сказал? Доктор сказал, значит узла не было. Вот и все. Вот такая у нас ментальная, понимаете? Нет бы узнать, ну если одной твоей пациентке, ты сидишь ты сто лет уже в одном и том же кабинете. Миллион этих пациентов знаешь с узлами щитовидной железы. Одна приходит, говорит, нет узла. Ты это видишь факт. Нет бы поинтересоваться. Подумать как. Может другим поможет. Ну правильно? Вот так вот я оздоровался дома. Экспериментировал на себе. Ну какие эксперименты я проводил, нельзя вам рассказывать. Потому что, ну например, меня стимулятор я ставил после еды. Приходил домой, наедался в конце дня и ставил потом мне стимулятор на живот. Думал, будет или не будет заворот. Не было. Думаю, хорошо, так, значит не, не. Ну как бы ограничения можно уменьшить. Ну так не надо делать, конечно. Сегодня уже много бест, известно, очень много. Мы прикинули так, бегло даже, бегло в Украине, где-то с МГБС оздоровались миллиона два или три людей. Может больше. У вас в России, наверное, больше, чем миллионов пять-четыре оздоровались с МГБС. То есть, это огромный такой вот научный материал, который можно взять, посмотреть. Уже все готово. Уже эксперименты, так сказать, произошли. В науке обычно как бывает. Человек что-то придумал, а потом пытается это доказать в эксперименте. В МГБС уже все произошло, уже люди выздоравливают. Надо только прийти, взять, посмотреть, осмыслить и понять почему. Вот этим я занимаюсь 6 лет, ну, любительским способом. Любительским способом. Просто мне это очень интересно. Я оздоровался дома, меня позвали читать лекцию в салон. Говорят, ты теперь грамотный, ты еще доктор. Давай, приди, расскажи лекции, почитай. Ты шел читать лекции? Тык-мык. Понимаю, что я кроме того, что бабушки грелись на печках, больше ничего сказать не могу. Все остальное для меня загадка. В университете я не учил такое оборудование. Науки такой медицины нет, ну, ГБС. Есть что-то похожее в физиотерапию, но физиотерапевты в шоке. Потому что они не понимают, как можно процедуры принимать, например, 3 часа в день, 8 часов ночи. Они не понимают, это против закона физиотерапии. Или как можно принять процедуры 366 дней в году. Короче говоря, я приходил, читал лекции, общался с посетителями. Они мне рассказывали сумасшедшие истории. Ну, например, что у них рубцы после инфаркта, рассасываться. Приносили кардиограммы. Вот как хочешь, доктор так и понимает. Я понимал, что ну, как бы, ладно, одного человека можно где-то там психологически на него воздействовать. И он чувствует, что вроде какой-то. Но если десятки и сотни об этом говорят, наверняка за этим что-то стоит.